приветствую вас сегодня у нас наконец-то маленькое путешествие последнее время были дожди мы не особо куда-то передвигались но сегодня мы решили запланировать поездку на два дня лёша нам дал машину и конечно же я поеду не один но и это еще не все это саша про нее расскажу потом отдельно ну собственно все двигаем дальше ну и дальше когда мы поехали встал вопрос каким путем добираться мне недавно приснилось озеро рядом с поте и я решил что завезу к я сюда девчонок показать как тут классно в итоге мы приехали вот колхетти национальный парк озеро огромнейшие ребят мы сейчас проезжаем какое-то интересное место на калакеве вот даша знает что это наш это археологический музей на калакеве закуски больше чувствую на калакеве археологический музей на калакеве воздух он выглядит вот так вот а еще он рядом с рекой и все это достаточно красиво всегда особенно когда есть река вот мы не можем здесь нам останавливаться надолго потому что мы очень торопимся очень едем мы добрались до каньона окаце вот такой визитор центр сейчас узнаем стоимость билета и как нам лучше распорядиться временем может быть часть маршрута нам лучше вообще проехать вот там с мужиками короче девчонки втянули меня в какую-то авантюру три часа надо будет идти пешком 7 километров общей общая протяженность маршрута стоимость входного билета 17 с половиной лари мы затарили с едой немножко и и начинаем этот путь моисея а вот макет этого каньона ну вот первые впечатления такие что дорожка ухоженная вот такая вот из камня какой-то другая не другая не другая не к нам затесался все мы мы уже перекусили на ходу жить можно двигаем в целом есть заряд позитива заряд энергии и какие-то приключения за горизонтом идем навстречу приключениям и вот шли мы по полям по полям и вышли к каньону уже вот с таким видом дорожка медленно петляет вниз сейчас мы туда вот уходим за поворот и я не знаю что там будет в этом есть суть поездки суть приключений когда ты не знаешь что за поворот ребята мне кажется я попал в какой-то волшебный лес ну посмотрите но посмотрите как это красиво а мы все идем с горки вот значит значит назад пойдем в горку смотрите какое дерево вообще и и ландшафт меняется и природа меняется с каждым каждый километров 500 все очень интересный маршрут часы мои пишут что прошли мы два километра 300 метров это где-то близко к правде мы дошли до стоянки куда приезжают вот эти таксисты которые говорят сперва 100 лари но стоит 150 но тебе со скидкой 100 но если брат ты очень хороший человек то 70 потом за турникетом уже просто за 50 предлагает думаю что обратно можно просто попутчиком доехать вот ну и дальше у нас турникет и пропускной пункт еще один мои любимые лесенки начались но тут без вариантов назад конечно сдохнем зачем не веришь я на гамсу тут поднимался господа начинается все самое интересное вот такой обрыв и мостик прикольно тем кто боится высоты наверное все таки не рекомендуется сдохнуть и в целом очень красиво позируем девчата там на видео снимают друг друга у нас светится совка блогеров контент или контент ну тут правда есть что пилить тут прям подобных мест я еще не встречал офигенно и за поворотом еще дальше идет вот этот мост да ребят высота конечно нереально и еще добавляет антуражу то что ты идешь по сеточке вот по такой сеточке а там внизу еще горная река шумит вообще фантастика вот так вот вот так вот все ребят дошли мы до финала вот мост выходящий прямо над каньоном ну и давайте давайте посмотрим чего тут видно обалдеть красиво тебе как да ребят место однозначно стоит того чтобы пройти несколько тысяч шагов в горку с горки по ступенькам вверх вниз но это увидеть надо обязательно этого ребят на этой лестнице открывается открываются самые простые истины человеческие я вам скажу их вслух если вы курить не курить если пьете не пейте если идите не ешьте это все вам тут так каукнется тут лестница до неба просто мы ребята зашли в мистический лес как будто сейчас вампировали это было испытание конечно это два сколько три три километра маршрут в одну сторону три с половиной из них мне кажется 2 в горку сто процентов поэтому берите с собой воду и машину берите вас отвезли не на правда если вы в хорошей форме ножки не болят все хорошо выделяйте на это выходной идите о на полянку мы вышли красиво на входе говорят что дорога занимает максимум три часа у нас дорога заняла по часу в каждую сторону и 10 минут мы провели финальной точке там вот на мосту ну чё мы молодцы что команда давайте мы доехали до кутаиси заселились в гостевой дом дэйзис холм дэйзис холм нам выделили вот такой прекрасный номер с большим шкафом очень винтажным стулом и огромной кроватью стол тоже интересный у меня вот освещение немножко не хватает что а тут стена давайте посмотрим еще туалет тут чьи-то тапочки сохнут там кто-то за шторка есть а ну-ка нет багаж а реально чуть чемодан лежит как так может быть кто-то в шкафу никого доехали мы буквально за час от каньона дорога была очень даже хорошая покрытие отличное накрапывал дождик нам это никак не помешало ну и все мы в городе криминальных авторитетов и воров законе ссср куда иси ну что мы время зря не теряли я изучил тут несколько заведений в кутаиси и выбрал то где действительно интересный ассортимент и очень хорошие цены я посмотрел тут цены реально ниже чем в батуми блин классно сейчас мы идем в заведение в бар фугарда девочки на правом аккуратно ну и пока мы тут выбираем по меню гоняем официантов на знания меню заказали так сказать для корла промочить брилли прям на гулялись пить очень хочется вот очень хочется пить погнали после такого путешествия хорошечно перри печеным посмотрим мы почему-то пришли накинулись вы супы в этом заведении я заказал чикапуле дальше грибной как всегда саша уху заказала сухариками да в общем ведь мы это у нас не ужин видим это обед мы предположили что дальше мы поменяем бар там уже будет другая песня кстати песни там тоже будут администратора нашего отеля там поет вот так вот и на дуде и грец так сказать как тебе в стадии не перча нормально а что это когда ну просто вы много раз когда заказывала этот суп он был очень печен что-то супчиком оказалось маловато я не стала удалять захотел разнообразие вкусы и поэтому заказала еще бургер местный попробовать рассказали что очень хорош будем пробовать так хорошее место да пожалуйста я понимаю что на чикапуле по-хорошему надо было бы остановиться я тогда но я бы тогда не попробовал просто самого вкусного в грузии бургера а лишь как внезапно казалось где его найду у то есть опыта река то наполнилась речка до терек терек мы сошлись во мнении что чем-то нам эта река напоминает терек во владикавказе что-то в этом есть похоже гуляя по вечернему кутаиси не могли не заметить очень обычный фонтан в центре города сперва моего мы его назвали золотые козлы вот потом оказалось то что здесь вообще много кого он такой конечно знаковый вообще вечерний кутаиси вот такой интересный город ну наверно как многие в центре все прилично хорошо вылизано по крайне неинтересно но по крайней мере в центре есть где погулять есть парки фонтаны монументы очень приличные дорожки есть вечерняя жизнь люди сидят в заведениях гуляют друзьями парочками в общем все нормально все как у всех все отлично но золотые козлы хороши это прекрасный день подходит концу считаю что это была очень крутая идея выехать из батуми наконец-то прокатиться до кутаиси давно хотел сюда приехать потому что именно вокруг кутаиси сосредоточено много интересных красивых мест поэтому надо было сюда выбраться с ночевкой чтобы концентрировано все успеть вот и классно что мы успели погулять в самом городе на сегодня хватит мы уже приехали в гостевой дом с дашкой сидим здесь на веранде даже в телефоне лан ларчета наверное фотографии обрабатывает наверно вот а завтра с утра мы выдвигаемся на новые достопримечательности и кстати девушка которая сегодня пела в заведении это дочка хозяйки этого гостевого дома она же нас позвала ее послушать сегодня вот в этом баре вот так все связано а а а а а